Еще в начале прошлого века в небольшой кубанской станице Славянской стояли три храма. В начале 20 века два из них были разрушены. Сейчас пришло время восстанавливать утраченное. По всей стране идет строительство храмов и церквей. Не исключение и наш район. На территории муниципалитета завершилось строительство еще одного храма. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы осветили в хуторе Голицын Кировского сельского поселения. Чин Великого Освящения Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы провел епископ Новороссийский и Геленджикский феогност. Началось богослужение с торжественного молебна, по завершении которого вокруг храма был совершен крестный ход со святыми мощами. О строительстве храма жители хутора Голицын стали задумываться еще в 2011 году. Инициативная группа собрала подписи и уже в 2012 году администрации был выделен земельный участок под строительство храма. И на нем закипела работа. Ну, к этому событию шли достаточно долго, не один год, даже не одну пятилетку, наверное. Неоднократно пытались построить или приспособить храм в подсобных помещениях. Ну, построили достаточно быстро, буквально за два года. Потому что, в принципе, она типовая церковь, завозили ее с Нижнего Новгорода, вот весь лес на заводе это все делается. Поэтому сложили ее достаточно быстро. Надо было просто найти деньги для того, чтобы это оплатить. Издавна на Руси все благие дела совершались не в одиночку, а сообща всем миром. Именно так начиналось строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы. Жители поселения, казаки, все неравнодушные люди собирали пожертвования. Но средств было недостаточно. В 2015 году большую финансовую помощь на строительство и проектирование выделили акционеры холдинга АФГ «Националь». Года два назад все это превратилось из идеи в проект. И вот на протяжении, наверное, полутора лет мы потихонечку финансировали. И здание получилось вот такое необычное, из клееного бруса, нестандартное и очень уютное. Раньше богослужения проходили в здании бывшей хуторской школы. Священники приезжали с соседних приходов. Поэтому появление нового храма для жителей хутора – поистине историческое и долгожданное событие. Без храма нельзя, никак нельзя. Без храма, говорится, Господь, Бог должен, говорится, всегда быть при нас. И ходить в храм нужно, и детям, как говорится, детям, внукам нужно говорить, что нужно идти в храм, говорится, ближе к Богу нужно. Для меня, как для жителей поселения, очень важно построение церкви, потому что раньше до церкви приходилось набираться на автобусе, а теперь вот рядом с домом есть прекрасный храм, в котором можно сходить, помолиться. Возможно, в дальнейшем даже помогать священнику здесь в алтаре, как бы алтарником стать, ну и помогать благоустройством вот тут с газоном, с деревьями. Появление нового храма в хуторе Голицын станет еще одним шагом к тому, чтобы традиции, заложенные веками назад, сохранялись и приумножались, чтобы люди могли прийти сюда и стать ближе к Богу. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».